Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Daily York Online. У меня в гостях Гарри Табах, капитан-офицер, политический аналитик. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, Михаил. Друзья, я, кстати, призываю вас обязательно на канале Гарри посмотреть его эфир совместно с Андреем Николаевичем Иларионовым и Холосовичем Вилером, посвященным дебатам. Достаточно интересный эфир, обязательно посмотрите. Видите, по-моему, впервые такой общий эфир с тремя участниками у Гарри был. Обязательно посмотрите. А мы с Гарри с вами попробуем тоже обсудить ту же самую тему, но, конечно, может быть, с какой-то иной перспективой. Но уже многие высказались под этих дебатов в разных, скажем так, ну, вся американская пресса о них говорила, о этих дебатах. Не кажется ли вам, что, собственно, команда Байдена в какой-то степени совершила ошибку, что так поторопилась, в принципе, с дебатами? Потому что вы уж правильно говорите, что и формат дебатов, и время дебатов они так или иначе сыграли, скажем, в пользу Трампа. Просто потому что, когда, скажем так, остается два месяца до выборов, то очевидно, что уже нельзя никого поменять. И уже в любом случае даже те, кто против тебя, они все равно будут тебя поддерживать, потому что просто уже на переправе кандидатов не меняют. А когда это происходит за четыре, за пять месяцев до выборов, то, как говорится, есть еще соблазн переиграть номинацию. Вот как вы считаете? Ну, да, ну, во-первых, нет, это не первый эфир, где мы втроем. У нас было два эфира до этого. Но они были до войны. Мы обсуждали больше такие философские вещи, как жить дальше и все такое. В отношении между Россией и Украиной. Ну, сейчас, конечно, эти эфиры уже не по времени старые, поэтому решили, что вот сделать еще один такой эфир, потому что произошла вещь, которая изменит теперь мир. Опять полностью большие изменения подходят. И, да, я думаю, что это было всем понятно, что, особенно в демократической партии, что президент Байден реально не дотянет до сентября-октября, потому что с каждым днем у него прогрессирует его болезнь в такой степи, что вот с каждым днем все больше и больше видно. И, конечно, во всем мире начинают все больше и больше и анекдотов про это идти, и даже мемы делают разные, где показывают, что американский президент не вне себе. Поэтому, я думаю, они перенесли, и поэтому, я думаю, президент Трамп не готовился к ним, не переживал за это. Хотя многие в моем окружении переживали, так как он соглашался абсолютно на все, на все, что против него, все, что может выставить его в ужасном свете, пока, ну, хорошо, в CNN, только на их территории. Но самое было опасное, это то, что были два вот этих модератора, которые, ну, больше антитрампистов, людей, которые просто вот тупо ненавидят Трампа, врали про него все это время, реально врали. Сравнивали его с Гитлером, вели тяжелейшую пропаганду, и это профессионалы, такие тяжеловесы. И вступить с ними в драку, все понимали прекрасно, что Трамп будет бороться не с Байденом, потому что Байден бессильный, и уже ослабший импотент в этом деле, а вот с этими двумя модераторами. То, что в зале не будет никого, кто его поддержит, потому что он такой, такой он актер на массы, почему вот он собирает там биллионы людей, потому что он с ними разговаривает, с каждым из них, он гримасничает, он показывает пальцем там, я не знаю, он видит кого-то там в этой массе людей. И это против него, то, что отключать будут, то есть он не сможет прервать Байдена там, где вот сразу поймать его на броне, или еще, чтобы Байден врал про все, про игры в гольф, до того, что его утвердили или его пограничники. Вот уже сразу же проверили по факт-чекеру, профсоюз пограничников его не поддерживал. У нас есть целый профсоюз, целая армия, полиция, они говорят, мы поддерживаем такого-то кандидата, или такой, ну профсоюз, не сами они профсоюзы, сами они тоже, а политичные. Сразу же, что он обмомал. И вот, и почему Трамп не готовится, Байдена там целую неделю качают, это же как, ну это же как соревнования, как соревнования там, как в Советском Союзе, я помню, в детстве были там юношеские соревнования по математике, или у нас это называется там debate teams, debate teams, там моя дочь, например, была в школе на debate teams, где они дебатировали какую-то тему, брали, и вот одна команда против другой, кто, у кого, значит, будет лучше, кто победит в этом. они тренировались, они задавали вопросы, дело так, бокс, возьмите спорт, если люди, мы перед соревнованиями тренируемся, 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 перед выходом на задания военные, тренируемся, тренируемся, одно и то же, одно и то же, одно и то же, что это становится твоим вторым, там, задали вопрос, тебе не надо думать, моментально ответ, Выскочило что-то, моментально ты делаешь действие, это уже на рефлексы построить. Адрам себе гуляет, собирает сотни тысяч людей на стадионах. Короче, звонит людям, разговаривает, выступает. Он не готовится к дебатам. А понятно, что он сейчас вступит в рейнг один против троих. И двое из них профессионалы, уничтожение репутации, уничтожение человеческого достоинства, стирание человека как пластиком с тряпкой за доски. И, конечно, это все переживали. Но есть люди, за что они не берутся, наверное, как бай. Семья ужасная. Не получилось у него семейной жить. Закон, какой бы он ни произошел, нет. Вывод войск, вывод войск американских. Хуже не было за всю историю Америки. И так далее, и так далее. Вот за что не берется человек? Он отвечал за Украину во время президента Обамы. Вот все, что могло пойти не так, пошло не так. Ни одного ничего не пошло так, как надо было, как хотелось бы. То есть, это человек, который все, что он не берет, он превращает в дерьмо. Посмотрите, нашу страну сегодня, мир наш. И получилось так, что его команда сделала все против Трампа на этих выборах. И все повернулось в сторону Трампа. А есть люди, которые за что не берутся, все превращается в золото. То есть, бизнес стал огромным бизнесменом. Шоумен стал известным шоуменом. Семья – отличные дети. Вторая семья – отличные дети. И со всеми хорошие отношения. И вот на этих дебатах то же самое. Оказывается, что то, что отключали микрофон, сработало в его пользу. Он не смог перебивать Байдена. А не смог перебивать Байдена, Байден не мог закончить предложение. У него две минуты, а он не может, его мозг уже не работает на две минуты. И эти модераторы, они пытаются помочь ему. Говорят, ну у вас, господин президент, еще 40 секунд. Хотите ответить все-таки на вопрос, который мы вам задали? Да, то есть, это давало то, что он не мог перебивать Байдена. Это давало Байдену копать самому себе ямор. Так бы он его перебил, все время, и дальше они пошли. Да, его переключило на другое. И тут это сработало против Байдена и в пользу Трампа. То, что не было людей в зале, то же самое. Трамп не отвлекался на людей в зале. Он ни на кого там не смотрел, не порчил мордашки. Не делал какие-то жесты, там для людей ничего. Смотрел в сферу и наоборот, концентрироваться. И самое главное, я считаю, что сработало эти два модератора. Потому что это все так говорили. И СНН еще отключило его представителя, который говорил за свободу слова. Мы объективны. А когда она начала обвинять этих модераторов вне объективности, они ее выключили. То есть вот вам тебе, пожалуйста, свобода слова, объективность. Все не дали ей ничего не сказать. И тут пошла у нас такая волна против них. Говорят, это будет нечестно. То есть они уже были скованы тем, что на них микроскоп навели. Что они не могут быть, вести нечестно этим, играть в одну сторону. То есть модераторы оказались, что им пришлось вести себя порядочно. То есть опять же сработало в пользу Трампа. Потому что все говорили, ну хорошо, один модератор там с CNN, ну второй там с Newsmax или с Fox News хотя бы. Ну откуда-то, чтобы было хотя бы баланс какой-то. Так что все, сработало в его пользу. Но я не уверен, что это сработало в пользу американского народа. Да. Гарри, я все-таки не буду фокусироваться на тех темах, которые являются purely американ, то есть называется, да, и проблема абортов, и проблема health care. Другие темы, которые, проблема миграции, поднимались просто потому, чтобы о них говорить, нужно не только про них читать, но этими проблемами жить. Мы, кстати, эту тему как-то с вами обсуждали. Тут важно жить проблемой, чтобы обсуждать. Но есть одна проблема, к которой я точно живу, вы точно живете, потому что вы очень часто бываете в Украине, вы общаетесь с украинскими воинами, вы принимаете участие в крупных мероприятиях, как Black Sea Forum, который недавно был, где были действительно представлены серьезные эксперты, политики и так далее. И я бы все-таки сфокусировался на вопросе Украины. То есть то, что мне ближе, то, что и ближе автоматически вам тоже. Понятно. Понятно, что, знаете, как и в политическом алфавите, одинаковое количество букв. И, скажем, все складывают примерно одинаковые слова. Важно, есть ли у человека воля, на что он способен, и может ли он привести свою какую-то политическую программу в действие. Много социалистов говорило про, так сказать, социалистическую революцию в начале XX века, но был только один, который все поставил с головы на ноги, то есть практически реализовал. Как к нему не относиться, пусть он был злым гением. Но вот да, всегда именно люди меняют историю, личности меняют историю, лидеры меняют историю. Вот понятно, что, скажем, Трамп, он очень витиевато ответил. То есть он сразу расставил акценты, что при нем бы не было войны. То есть эта война — это плод результатов деятельности Байдена. Но он особо не распространялся, скажем так, о будущем. Вот что предстоит? Вот как вы считаете, есть ли вообще некая роль, некий функционал Соединенных Штатов Америки, который может другой человек, не Байден, ну вот Трамп, например, либо кто-то еще, вот взять, прийти и сделать, чтобы эта война, она завершилась справедливым миром, о котором говорит президент Владимир Санзеленский. Есть ли такой функционал, который лежит и ждет своего участия там сильного американского лидера? Какой-то набор действий? Ну, я думаю, что он объяснил это даже в этих дебатах, он рассказал свой план. У Байдена, опять же, про что была программа у нас с Михаилом Йосичем и Андреем Николаевичем, что у Трампа есть план, и он не любит рассказывать свои планы, и он никогда их не рассказывает. Он говорит, я это сделаю. И дает примерно, как это будет происходить. И он много раз, он ничего нового не сказал, и я уже вижу, в Украине это не расскажут, это обсуждаться не будет. Он говорит, что вот они все эти ваши делоговорящие головы, которые не связаются с экранов главных каналов, осуждая его и запугивая им весь украинский народ, и сделали прекрасную работу, создавляя список врагов Украины. Его спросили, как он вообще собирается исправить то, что происходит в мире. Он сказал, мир через силу. То есть он будет использовать силу. Сила заключается, я думаю, в первую очередь экономическая сила, то есть наша страна в первую очередь должна экономически поправиться, встать обратно на экономические рельсы. И военная сила, а какие еще есть силы? Сила там ума, сила разума. Но я думаю, что он в первую очередь экономически и военности. Потом его спросили, или он согласен, не знаю, по-разному там можно перевести, или он согласен, или он примет условия Путина. Он сказал, ни в коем случае нет. Те вот условия, которые дает Путин, нет. Но он этот вопрос с ним решит. Здесь опять преподнесут, что он сдаст Крым, хотя Крым сдал не он, и Крым уже сдан. Сейчас опять здесь начнут, что он сольет Украину, что он в Рыбе. И вот начнется. Хотя он точно сказал, что он не примет условия Путина. Вот он это сказал. Но опять же, это сказал. Сейчас не сказал. Но он сказал, а что он будет делать, мы не знаем. А когда кто-то вкидывает, хотя он этого не говорил, что он что якобы сказал, то все, вот это уже точно, это уже восприняется. И вот людям это здесь вбивают голову, промывают. Мозги не хуже, чем русские промывают 20-летним мозги из какой-нибудь деревни, что они идут воевать против фашизма. Ничего не хуже, а даже, может быть, и лучше. Кто враги Украины, это еще вопрос. И он, конечно же, говорит про цены про нефть, про энергоносители, что мы опять при нем станем самыми крупными экспортерами энергоносителей. И таким образом, это одна из вещей, что остановит военные машины наших врагов, включая Иран, Зуэлу и Россию. Кому это он говорит? Украинцам? Нет. Это он не украинцам говорит. Ему украинцы, извините, не так важно. Он говорит это своему электорату, который это хочет, который это требует. Он обращается к республиканцам и к нерешившимся вот этим свинь, который свинь. Он им это говорит. То есть, это его база. Это то, кто его поддерживает. Он не просто так говорит, потому что это ему нравится. Ну, например, не нравится обсуждать аборты. А он говорит это к своей базе. И говорит четко и ясно. План он раскрывать не будет, потому что этот человек, который всегда говорит, я знаю, как договариваться. Я договорщик. И поэтому говорить заранее, как я буду договариваться, это глупость. Гарри, я тогда разовью немножко свой предыдущий вопрос, о чем президент Трамп. А, кстати, любопытно, об этом, кстати, не говорили, но один ведущий, да, он называл Трампа президентом, а другая намеренно говорила former president Trump. То есть подчеркиваю, что бывший президент Трамп, тоже любопытно, как оба ведущих по-разному адресовали Трампа. Хотя чисто юридически он является президентом, а не бывшим президентом, но в том смысле, что нет титула бывшего президента. Ну, дело даже не в этом. В своем ответе Трамп, он произнес следующую фразу, обозначив временные рамки. Я завершу войну еще в статусе president-elect. То есть president-elect – это тот статус, который получит Трамп, если он побеждает на выборах 5 ноября, то есть до инаугурации в январе он, теоретически, если он побеждает, является president-elect. То есть он обозначил определенные временные рамки. Понятно, что у president-elect реальной полномочии нет. То есть он говорит о том, что он как бы в силу своего политического лидерства, харизмы, статуса, он заставит как бы стороны договориться. Ну, то есть переводя. То есть, по крайней мере, это есть некая конкретика. Понятно, контуры плана он не обозначает, как вы справедливо сказали. Будучи предпринимателем, заранее он об этом говорить не может, не будет. Но у нас же есть некая внешняя рамка, которая уже обозначена двумя сторонами этой войны. Агрессором России и страной, которая пострадала от российской агрессии, Украиной. То есть российская оппозиция, обозначенная диктатором Путина, выход к обместенным границам оккупированных и аннексированных в России областей. А украинская оппозиция, обозначенная президентом Зеленским, деоккупация всех территорий, включая временно аннексированную автономную республику Крым. То есть вот два таких максималистских сценария. Они уже обозначены. И под эти сценарии подвязаны фактически политические судьбы лидеров государств, которые подвязались под эти планы. И вот как в этой ситуации даже президент-элект, либо уже действующий президент Трамп планирует, на ваш взгляд, действовать? Ведь очевидно, что в ситуации, когда стороны предлагают максималистские сценарии, настаивают на них и не хотят от них отходить, мы рассуждаем нейтрально, impartial. То здесь очень сложно предложить некий медианный сценарий, который бы устраивал всех. Потому что понятно, что для президента Зеленского этот вопрос является принципиальным. Единственное, что фактически может дать ему место в истории Украины, в учебнике истории, это полная победа Украины над российско-фашистскими захватчиками. Ну, Михаил, принципиальность – это хорошая вещь. Иметь принципы – это правильно. Вот, например, у меня принцип – не иметь никаких принципов. Потому что мыслящие люди, жизнь так создала, Всевышний, но я не знаю, кто нас так создал, но мыслящие люди, они меняют свои мнения, меняют положение, потому что ситуация меняется. В медицине сначала лечим это. У меня может быть принцип, что надо лечить пиявками. А потом это не срабатывает, я меняю принципы чуть чем-то другим. То есть это нельзя, вот я сейчас сказал так, и все. И это никакого… Тут ничего нельзя. Тут у нас плурализм, двух мнений в этом быть не может по этому поводу. Это первое. Второе. Мы не знаем, какая будет ситуация. Где будет Украина еще через полгода. Будет ли президент Трамп президентом. Ну, мы, значит, предполагаем, что он. Почему-то никогда не предполагаем, какая будет ситуация, если не он будет. Если это будет не Байден, а если это будет еще кто-то. Ну, предположим, что это он. Хотя план надо иметь на все случаи. Что, извините, что произойдет. До того, как человек… Да, нету такого титула, как бывший президент, бывший полковник, бывший судья, бывший конгрессмен с сенатором. К ним обращаются, ко мне обращаются, как к кептон или к операну. Хотя я бывший в отставке. То есть я не бывший, но я не действующий. То есть то же самое с президентом. Поэтому она подчеркивала такой мелкий такой подкол, который бы не нравился. И, конечно же, таким образом он наверняка думал, что он меня правильно называет, а это нехорошая девушка, неправильно меня называет. Но это тоже не сработало на нем, потому что у него, правда, очень толстая шкура, что у нас называется, у Трампа. Он не злопамятный, во-первых, и, во-вторых, он не обращает внимания на такие мелочи. Значит, что еще происходит? Когда он до того, как он президент, как он может и что он может сделать? Ну, если бы я знал, наверное, я бы был Трамп, а он бы был тут врагом народа, врагом Украины. Ну, хотя он, видимо, так и так, врага Украины. Дело все в том, что я не знаю, я не Трамп. У меня другое видение, у меня другие понятия. Я не настолько, думаю, силен, как он, чтобы ставить себя на его место. Но мы знаем, что Барак Обама, например, получил Ноболевскую премию за мир до того, как он, после того, как его выбрали, но до того, как он принял присягу президента, до того, как он вступил в должность президента, но уже после выборов за мир. Какой мир он устроил в этот период времени или до этого. Но он получил эту премию, как вы видите, продолжение его деятельности. Я думаю, что сейчас надо ему дать вторую премию за мир по Ноболевску или придумать какую-то специальную. Потому что мир обалденно классный. Все живут очень-очень мирно. Что и сказал, кстати, Трамп, подчеркнул, что при Буше был захват земель, при Обаме был захват земель чужих и при Байдене. Единственное, когда никто ни у кого ничего не захватил в мире, это было при нем. Все сидели на своих местах. Есть комментаторы, блогеры, которые говорят, при Буше захвата земель Украины не было. То есть, что он оговорился. Нет, он не оговорился. Он не говорил о Украине. Он сказал, что не было захвата земель. Но так как концентрация только на Украине, у нас только в Украине, в мире существует, никого другого нет. Единственная страна в мире. Он говорил о Грузии. В Грузии был захват земель грузинских, Абхазия и Осетия во время Буша. Это случилось во время Буша. Но он уже, конечно, был хромая утка к тому времени. После чего Обама прислал Клинтон с кнопкой перезагрузки, где я считаю, в этот момент они решили, можно брать Украину. Все, нам сходит это все с рук. С этой администрацией нам все сходит с рук. И так, как мы видим, это так и получается. Значит, какие могут быть сценарии, как Трамп приведет. Ну, мы уже говорили об этом. Цены на нефть и другие способы военные, оружие, авиация и так далее. Но дело все в том, что мы не знаем, в каком состоянии Украина будет к тому времени говорить сейчас о том, как будет освобождаться Донбасс, Крым, все остальное, я думаю, рановато. Потом, что это делает, когда мы это обсуждаем, это поднимает ожидания у населения. То есть, я уже знаю, что если, дай бог, президентом станет Трамп, то, что его выберут, это, наверное, уже такой 99,9-х, что он победит в выборах, если он доживет до выборов, если опять там много если, и если они опять не сфальсифицированы. Он и в прошлый раз выиграл. Он и в прошлый раз выиграл выборы, но президентом не стал. Поэтому большевики просто так власть не отдадут, это явно, что они с ним борются любыми всеми способами, посадить в тюрьму, отнять у него охрану, чтобы там на него были покушения, и никому было... Короче, очень-очень всего многого, что они пытаются сделать, чтобы убрать его. Почему, казалось бы, ну что такого страшного? А то, что он... Это все всплывет, что это они развили войны, это они коррупционировали, это они наворовали денег. А если так... Я уже вижу... Сейчас, сейчас я закончу. Но я уже вижу, что будут вопросы, если, дай бог, он становится президентом, входит в должный президент, через месяц у вас будут упреки в мою сторону, во все стороны. Но видите, он ничего не сделал. Видите, и Крым еще Россия. То есть, они захотят, чтобы это было решено, вот как раз вся проблема, что еще до того, как он вступит в должность, уже Крым обратно украинский, Донбасс украинский в Украине, процветает экономика, коррупции ноль, он все починил. Такого, я вам сразу скажу, не будет. Столько дров наломали за эти 10 лет в Украине, включая украинцы сами, что один человек или одна система, или даже одна идеология за один день это не починит. Это, наверное, займет в лучшем случае столько же времени, чтобы встать обратно, сколько и заняло довести ситуацию. То есть, лет 10 это сразу не получится. То есть, это нужен развал России, это нужно очень много сегодня. На следующий день, после того, как Трамп станет президентом, не сработает. Поэтому, какой план у нас может быть 10-летний? Он может быть меняться, план не может быть. Он может быть зигзагом идем. Знаете, парусная лодка или парусный корабль не идет по прямой, он зигзагом идет. Ты не можешь дойти по прямой от точки А до точки Б, это не железная дорога. Поэтому, посмотрим, как это. Я думаю, наши ожидания тоже должны быть реалистичными. Тоже должны быть реалистичными. Я знаю, что много упреков. А что Трамп сделал, когда он не остановил войну, он не разрушил Россию, когда он был президентом за 4 года. Это от украинцев все время прилетает. Но, извините, а что он мог сделать? Он вам дал летальное оружие, он вел флот в Черный море, он возникло, создал новые войска, закрыл российские консульты, наложил санкции, опустил цены на нефть, выгнал 60 российских дипломатов. Что он еще мог сделать? Начать войну с Россией из-за того, что Крым... Но у Украины в тот момент, вот украинцы забывают ноги, которые мне пишут, и это ставят в упреку. Были дипломатические отношения с Россией, посольство функционировало, были открытые границы, то есть безвизовый режим. Была торговля, которая нарастала. Что вы хотите, чтобы Трамп сделал? Как он вы хотите, чтобы он вам вернул Крым или Донбасс? Когда у вас в принципе нормальные отношения, то есть вас устраивает эта ситуация, но вы хотите, чтобы за вас что-то сделал. Так не сработает. То есть его план может не сработать, потому что украинцы сами не захотят это делать. Такое тоже возможно. Гарри, я думаю, что вы за год диалогов со мной точно убедились в том, что я стараюсь, стараюсь в меру своих скромных компетенций не говорить о фантазиях, все-таки говорить о реальности и как раз задавать реальные вопросы. То, о чем вы говорите, во многом, оно, конечно, справедливо, и вы говорите справедливые вещи, что не ждите чуда от Трампа. Это совершенно точно. То есть понятно, что если бы президентом был Дональд Трамп, если бы президентом был Дональд Трамп, вполне возможно, что полномасштабная российская агрессия против Украины она не началась. Самый лучший аргумент в пользу этого, но очень простой. Почему с 16 по 20 год не было полномасштабной российской агрессии? Ну вот ее не было и все. То, что Россия собиралась, то, что Россия готовилась. Готовиться, собираться можно хоть тысячу лет, а реализовать агрессию нужно в определенных условиях. В условиях президентства Трампа Россия не реализовала агрессию. Все. Почему так случилось? Связано было ли это с Трампом? Это уже не проверишь. Но по факту, по факту при Трампе этого не было. Это исторический уже факт. Теперь, теперь... Не только в Украине этого не было, ни в Израиле, ни в Косове. Просто фокусируй. Понимаете, я не беру сейчас Китай, Тайвань, не Израиль, то, что это... Мы так долго будем говорить. Я просто, чтобы мы сфокусировались про Украину, потому что у вас будет много интервью, и вы коснете из Израиля и так далее, я в этом уверен. Потому что логика, она-то везде одна и та же. Так вот, просто чтобы закруглить тему с Украиной, мой вопрос, он, собственно, стоит в чем? что здесь волшебников нет и невозможно прийти, условно говоря, к доктору, с какой-то проблемой. И вот доктор, дайте клюлю, и вот просто ты ее проглотишь и откатишься назад. Снова будешь молодой, снова будешь красивый и так далее. Так оно не работает. Соответственно, в чем суть моего вопроса? Если мы понимаем, то есть понятно, что самое главное задекларировал Трамп и то, что для него принципиально, это то, что война должна закончиться. Вот я думаю в логике Трампа, как она закончится, что она закончится, но война должна закончиться. То есть вот в его логике вот предыдущий начал войну, а я ее должен закончить, чтобы продемонстрировать, что при мне мир успокоился. Вот логика, мне кажется, такая Трампа. Но опять же, потому что он не сказал таких слов. Он сказал, что убийство людей должно закончиться. Да, но вопрос в чем? Вопрос, понимаете, здесь вопрос в чем? При нынешней ситуации, ну то есть, как бы, насколько, как вам сказать, насколько, скажем, вот намерение Трампа, да, вот прекратить убийство людей, завершить войну, вот, ну, насколько это корреспондируется и насколько оно вписывается вот в те условия, которые сложились уже не при Трампе, а при президенте Байдене, когда за это время Россия аннексировала формально четыре украинские области, и любой сценарий для нее, да, вот, скажем, прекращению огня, так, он недопустим, просто потому, что возвращение этих четырех областей это политическая смерть для Владимира Путина, и с другой стороны, Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, многократно говорил о том, что Украина выйдет на международные признанные границы, это единственная позиция, с которой Украина вообще будет говорить и вести мирные переговоры, так, и это уже, ну, фактически политическое обязательство президента Владимира Александровича Зеленского, вот как в этих условиях, когда, ну, скажем, ситуация зашла настолько далеко, вот Трамп в случае избрания вот сможет в принципе действовать, вопрос даже не в Трампе, вопрос вообще в любом политике, я вот честно сказать, может быть, в силу скудости ума, но не вижу какого-то политического зазора, где можно было бы действовать, опираясь на то, как далеко зашла ситуация при президенте Байдене. Ну, во-первых, политики меняют союз, они говорят одно, а делают другое потом, поэтому это может измениться. И во многих там ситуациях, да, допустим, там, я не знаю, я могу сейчас сказать, кто мне это пришьет, что я за это, или я, большому счету, никто не выражал, Украина подпишет какую-то бумажку, что она не вступит в НАТО, а все, вот мы получили победу, я не знаю, хотя, украина так и так в НАТО не примут, это тоже одна из таких, каких-то отвлекающих маневров, знаете, на сегодняшний день это невозможно, и мы можем работать над этим еще 20 лет, а через 20 лет это НАТО нахрен не нужно будет, оно и сейчас не нужно, кому чего оно делает, не понятно, и это я говорю, человек, который имел две высокие позиции в НАТО, вот, я не знаю, потому что, опять же, ситуация может измениться, и политики могут изменить временно что-то, опять же, я не думаю, что может быть сценарий Северной Кореи, я подчеркиваю, я не думаю, что такое возможно, потому что в Северной, ситуации с Северной Кореей, в Южной Корее стоят наши войска, огромное количество наших войск, в Украине не стоит никаких иностранных войск, кроме украинских, то есть, но какой-то другой сценарий, может быть временный, может быть еще что-то, опять же, за один день это не решится, та ситуация, которая сегодня видится нам, что она неразрешимая, это не значит, что она неразрешимая, опять же, поднимать, вот сейчас переводить слова Трампа, что еще до того, как он пойдет, примет силу участия быть президентом, что еще до этого момента, за эти там три месяца, за два месяца, от выборов до принятия присяги президентской, он вернет Крым, Донбасс, выстроит украинскую экономию, закон, все будет сделано на ваших условиях, или на ваших мечталках, или на ваших хотелках, нет, этого не будет, но он и не говорит о остановке войны, он говорит, остановит убийство людей, что дальше будет, этот план не такой, что мы сели, решили и сделали, вот мы сегодня с вами решили поехать на пикник, наш план сегодня, выходной день, провести на пикнике, нет, это не так, а мы поехали и сделали, и наш план мы выполнили, этот план, я говорю, это десятилетие может занять, это столько же может занять, сколько и разрушение, чтобы отстроить обратно, вы знаете, что разрушить можно быстро, а построить обратно намного медленнее, но в большинстве случаев, когда мы отстраиваем что-то, что было разрушено, оно обычно уже и лучше, чем то, что было раньше, поэтому говорить, что нет, у нас будет, все будет как было, я не думаю, как было не будет, будет, я думаю, лучше, но не значит, что так точно, как это и было, я надеюсь, что будет лучше, я думаю, что будет лучше, но опять же, это надо смотреть, и в основном, все это зависит не от Трампа, не от республиканской партии, не от США, не от Израиля, не от кого-либо другого, это зависит, в первую очередь, от украинцев, вы что будете делать, не было часто претензий, во время каденции Трампа, а почему вы Курдам помогаете, потому что тогда была большая, я помню, что он разбомбил и Сирию, Байден, Трамп тогда и Сирию разбомбил, несколько раз, налетел, на российскую базу там налетел, и Курдам там, вот, и Вагнеровцев разбил русских, а нам он ничего не делает, и я всегда говорил, потому что Курды воюют, Курды воюют, и мы, американцы, не только Трамп, мы вообще, американцы, любим помогать тем, кто борется, кто стоит за свои права, чтобы не мы это делали, а вы это делали, а мы вам поможем, это наша психология, психотип такой американского человека, наверное, обобщает, если вы ничего не делаете, у вас открытые границы, у вас торговля, у вас дипломатические отношения, что вы хотите, чтобы мы делали за вас, воевали, отвоевывали оккупированную территорию за вас, нет, этого мы делать не будем, я не пошлю своих детей воевать за Украину, поэтому, если вы воюете, если вы деретесь за свою свободу, то мы и помогаем, поэтому не все, не 100% зависит от Трампа, и даже не 50%, или от Америки, или от Европы, все зависит от украинцев, как украинцы будут действовать, на сегодняшний день, я вижу, что украинские СМИ, я знаю, что это опасно, многие украинские деятели, действуют против самих себя, одна из этих причин, разозлив половину Америки, вписав половину Америки, сильной Америки, вот это 60% Америки, которые сейчас дали свои предпочтения, 66%, это огромное предпочтение Трампу, в трампистов, во врагов Украины, могу, список вы можете посмотреть, на тексте.org, пока что они не в этом, миротворцы, украинские власти пока что не ответили, они еще на это, то есть согласие, что я нахожусь сегодня врагом Украины, и начиная от Трампа, сверху и в самом низу, такой человек, как я, не мое окружение. поэтому многое, большинство будет зависеть от вас, а не от нас. Гарри, спасибо вам большое за это интервью, как всегда, очень интересно, откровенно, сильно, мощно с вашей стороны, я вам очень благодарен, и зрители, вам благодарны за вашу всегдашнюю... Гарри там, пожалуйста, подпишитесь на канал Гарри, у него действительно очень такой интересный, такой нестандартный, оригинальный контент, интересное интервью, интересное рассуждение, такие соло-эфиры, я сам с удовольствием смотрю, и подпишитесь на мой канал, будем вам очень признательны, до новых встреч. До новых встреч.